шалом когда человек просыпается он понимает что все что было до этого было во сне сейчас начинается реальная жизнь начинается реальность и мы потихонечку с вами подходим к этой реальности встречаем ее с самого утра за проход мы уже прошли много материала почти все броход беркота шахрами прошли сейчас мы дошли до очень красивый барахи это бараха аширьяцар это бараха пожалуй самая частая которая говорит мы говорим ежедневно по по многу раз и она красивая как как песня если слушаться она составлена очень очень красиво вообще все тексты то что составили наши мудрецы они все составлены так чтобы их было легче запомнить это включает себя мишнает и броход и все все тексты так сделано чтобы было легко запомнить потому что раньше вообще не было книг и все было на память поэтому очень важно делать вещи такие складные как как стихи вы же много стихов знаете правильно много много стихов песен если мы посчитаем и знаем очень много песен так кто-то учит броход мишнает с таким успехом он может учить и знать наизусть много броход и много и много мишнает и так браха аширьяцар браха аширьяцар считая это что то то эту браху говорит очень аккуратно так тоже называется скованной с трепетом вдумываясь в слова то он будет здоров если такое обещание что эта браха она положительно сказывается на здоровье я лично знаю людей которые рассказывают при себя что у них там были разные случаи в жизни они вот начали эту браху говорить и были хорошие изменения в жизни в хорошую сторону эти все понимают что наш организм он просто гениален как он построен как все точно работает это что-то гениальное и чек не может такого создать это творение творца и и мы за это благодарим это благодарю когда мы выходим из туалета у нас есть такое чувство облегчения то самое время сказать эту браху я ее скажу я скажу потом посмотрим перевод и разберем итак браха аширьяцар сейчас вы увидите ее на экране вот она я ее скажу зачитаю прямо как есть беру хату аду иную я ее на милю 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 хаолам ашер яцарь из садам в хохмах перевод перевод такой благословен ты Бог наш Царь, Царь Вселенной мудростью создавший человека и сотворивший в нем отверстия многие и полости многие, открыто и ведомо перед престолом, слава этого есть, что если бы отверлась одна из них или замкнулась одна из них, нельзя было бы существовать и устоять перед тобою даже час один, и в конце благословен ты излечивающий всякую плоть и дивно творящий вот такой перевод перевод вы можете сами прочитать наша цель разобрать слова и понять, почему именно слова были выбраны для этой брахи давайте еще раз посмотрим на браху вот она начало обычное стандартное начало Ашер Яцар это Адам Бе Хохма Ашер, это мы уже встречали это как Ше, да Который Яцар это Адам Бе Хохма Яцар глагол это три корневые буквы прошедшее время может быть мы знаем слово Цура Цура это форма то есть Яцар создал, имеете ввиду, создал форму то есть уже была какая-то материя что-то уже было из этого материала была создана форма это Яцар есть тоже слово Циюр каратина, Цаяр так называют художника он тоже делает формы рисует формы тоже человек был создан по своей форме это было сделано с мудростью Бе Хохма Бе Хохма Хохма это мудрость а Бе Хохма это с мудростью таким же образом можем образовать слова Бе Симха с радостью Бе Ахава с любовью Бе Рацон с желанием то есть берем какое-то слово чувство добавляем Бе получается Бе Хохма с мудростью мудро первые части дальше Увара Во Никавим Никавим Бо мы уже все знаем это в нем Бо в человеке Бара Бо Никавим Никавим и создал также Никавим Никавим Халулим Халулим тут говорится что такие как полу Никавим то есть это отверстие по-простому и внутри организма есть тоже такие органы которые внутри полые в них как бы воздух и это непонятно как это работает такое вид такое чудо что у человека есть какие-то пустые полости человек так существует Никавим Никавим Халулим Халулим Галуй Ваядуа Лифнеки Сехвадейха Галуй Ваядуа Галуй Ваядуа два слова ну Ядуа это от слова знать Юдеа известно получается известно а Галуй как бы это открыто перед тобой открыто тут так и перевели открыто слово Легалот это открывать можно открывать допустим снял снял с головы кипу да открыл голову получается гилуи рож гилуи рож но тоже можно Америку тоже открыть открыть Америку которая будет Легалот Легалот Америка это понятие открывать так открыто и ведомо Галуй Ваядуа почему два эти слова использовали почему не хватило бы одного слова только Галуй или только В смысле быть понятен да понятно перед тобой тебе это известно зачем же два слова дело в том что Галуй это то что мы видим то что мы видим это открыто да то есть понятно что если у человека будет рот закрыт кляп что-то он не сможет есть или там очень сильно будет болеть dipotano на губя не дай бог когда ему будет трудно есть это 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 боле技 то есть болезнь есть видны но видно то что видно мы это видим человек который незрячий видно что глаза закрыты он не видит то есть болезни которые мы не видим как будто как будто он зрячий глаза смотрит но он не видит или что там в кишках какая то он не может нормально есть это Это мы не видим. Но если мы пойдем к врачу, то врач, который знает, он скажет, в чем проблема. Так это идуа, ядуа. Это известно. Это не открыто, но это известно. Галуй в ядуа. Так и в нашем теле есть вещи, которые открыты. Галуй в ядуа. Есть вещи, которые закрыты. Ядуа. Но все это перед тобой, все известно. Всевышний, даже вещи, которые мы не видим, ему это известно. Он за ними следит. Представьте себе, что, как мы говорили, большой-большой-большой биг-биг босс, самый большой босс, который всем заведует, он также заведует нашими потрохами, грубо говоря. Галуй в ядуа. Что? 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 Что галуй в ядуа. Что имя потеха хадмием, ой сатем и хадмием. Потах открыл. Сатам закрыл или заткнул. Получается, это будущее время, это нефаль, пассивная форма. Что если будет открыт, эхадмием. Один из них. О. Или. Исатем. Будет закупорен один из них. Имеется в виду из органов, которые мы говорили. Некавин, никавин, халулим, халулим. Если что-то закроется, или наоборот, то, что закрыто, если откроется, не дай бог, то что произойдет? И. Эфшар. И. Эфшар литкаем. И. Эфшар это нельзя. Эфшар это можно. Эфшар можно. И. Эфшар это нельзя. И. Эфшар литкаем. Существовать. В. ЛАМОД ЛИФАНЕХА АФИЛУ ШАА АХАТ. В. ЛАМОД ЛИФАНЕХА. Помните? ЛАМОД ЛИФАНЕХА. Стоять перед тобой. А. ФИЛУ ШАА АХАТ. Даже час один. И тут мы видим, что все наше тело, оно существует для того, чтобы ЛАМОД ЛИФАНЕХА. Чтобы стоять перед Творцом. Тут упомянуты интересные выражения. Написано ЛИФНЕЙ КИСЕК ВУДЕХА. КИСЕК ВУДЕХА. КИСЕК ВУДЕХА это как бы трон. Тут написано. Перед престолом славы твоей. КИСЕК ВУДЕХА. КИСЕК ВУДЕХА это понятие очень-очень высокое. И РАМБАМ объясняет, что есть разные уровни ангелов, 10 уровней ангелов. И только самые-самые высшие-высшие ангелы, которые называются ХАЙОТ, они достигают КИСЕК ВУДЕХА. А мы намного-много ниже стоим этапами. Интересно, что туалет называется БЕЙТА КИСЕ. БЕЙТА КИСЕ. Понятно почему. Дом, и там как бы стук. БЕЙТА КИСЕ. Это так называли туалет, не верите. БЕЙТА КИСЕ. Получается очень интересная вещь, что мы выходим из туалета, и сразу же оказываемся около КИСЕК ВУДЕХА. Сразу начинаем рассуждать на высокие материи. Известно перед твоим престолом, почему это так, почему так постановили мудрецы. Именно потому, что мы должны знать, что даже если мы вышли из туалета, и у нас были свои нужды телесные, это еще не значит, что мы отдалились, не дай бог от творца. Нет, мы так, со своими нуждами, мы всегда-всегда находимся ЛЕФНЕКИ СЕ КВУДЕХА. Мы всегда можем общаться как бы на уровне ЛЕФНЕКИ СЕ КВУДЕХА. В этом намек в этой брахе. ВЕЛЯМОДЛЕФАНЕХА. Там мы сказали, ЛЯМОДЛЕФАНЕХА. Зачем мы кушаем, зачем все так устроено, чтобы ЛЯМОДЛЕФАНЕХА. Поэтому тело очищается. Сейчас мы снова ОМДИМ ЛЕФАНЕХА. ОМДИМ ЛЕФАНЕХА. Дальше сказано в брахе. Дальше сказано. Заканчивается браха. Баруха та шем. РОФЕ ХОЛЬ БАСАР УМАФЛИ ЛЯСОТ. РОФЕ ХОЛЬ БАСАР. Тут мы встречаемся с интересным явлением, вы видите, что РОФЕ – это одновременно может быть и глагол, и также слово существительное, то есть персона, которая является врачом. РОФЕ – это как бы он, это и врач, РОФЕ – это врач, а также это лечит в настоящее время. Таких явлений много, вы видите, часто это встречается. Например, ШОМЕР, ШОМЕР. ШОМЕР – это охранник, и он же и охраняет. То есть ШОМЕР, ШОМЕР – это охранник, охраняет. Таких много-много-много слов. Например, МИВАКЕР, МИВАКЕР. МИВАКЕР – это может быть или критик, или человек, который наносит визит. И он МИВАКЕР – это уже глагол. КОРЕ – КОРЕ. Читец читает. Если вы будете в библиотеке израильской, вы получите КАРТИС КОРЕ. Билет – человек, который ходит в библиотеку, читающий. КОРЕ. Так он КОРЕ. 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 КОТЕВ – КОТЕВ. Тот, кто КУТЕВ, он писец, он, как говорят по-русски, пишет. КОТЕВ – КОТЕВ. НОСЕЯ – НОСЕЯ. Пассажир едет. То есть НОСЕЯ – это пассажир. Он едет у НОСЕЯ. НОСЕЯ – это глагол. НОСЕЯ – это глагол. ЛЯНА – это НОСЕЯ. Куда ты едешь? НОСЕЯ – глагол. Кто едет? Пассажиры на русском. НОСЕЯ – в автобусах пишут внутри. Дорогие пассажиры. НОСЕЯ – якар. НОСЕЯ – это пассажир. Опять глагол. Та же самая форма – это и тот, кто это действие исполняет. ХОЛЕ, ХОЛЕ – больной болеет. ХОЛЕ – это больной. Чем он сейчас занят? Он болеет. ХОЛЕ, 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 ХОЛЕ. И так далее. Много-много таких примеров. ТУФЕРЕТ, ТУФЕРЕТ. ТУФЕРЕТ – это женский род, получается. ТУФЕРЕТ – это женщина, которая шьет. Ее так называют. Она ТУФЕРЕТ – это ее профессия. Она ТУФЕРЕТ. И что она делает? Она ТУФЕРЕТ, ТУФЕРЕТ, ТУФЕРЕТ. И так далее. У нас написано РУФЕ. Тут имеется в виду глагол, по всей видимости. РУФЕ КОЛЬ БАСАР. КОГО ТУФЕРЕТ ИЗЛЕЧИВАЕТ – КОЛЬ БАСАР. КОЛЬ БАСАР – это всех людей полностью. Все-все-все недуги. Все-все-все-все. РУФЕРЕТ, БАСАР. Поэтому очень важно перед походом к врачу, к любому врачу, неважно когда, неважно по какой причине, сказать особенную молитву. Приводится, это приводится в книгах. Мы просим, чтобы РУФЕ, врач, к которому мы ведем, он был шалехный иман. Он был посланником от вратца. Чтобы он нам помог, а не дай Бог, не причинил какой-нибудь еще урон. То, что бывает, к сожалению. И, кроме того, мы перед принятием лекарства, мы говорим, мы принимаем лекарства. Мы понимаем, что любое исцеление, в конце концов, это Ашем. Если он решит, то мы выздоровеем. И мы говорим, КИРУФЕХИ НАМАТА. Пусть будет укоден перед того, чтобы это лекарство подействовало на меня хорошо. КИРУФЕХИ НАМАТА. Потому что ты настоящий врач. Мы говорим, РУФЕХИ НАМАТА. Это интересно, РУФЕХИ НАМАТА. Врач бесплатный. Известно, что врачи берут очень много денег. Мне лично это мешает. Но не знаю, может, я не врач. Врачи очень много денег берут. Это может быть миллионы. Мы говорим, что ТАТВЕРЕЦ ОН РУФЕХИ НАМАТА. Итак, мы дошли до конца барахи. РУФЕХИ НАМАТА. ТАТАР УМ МАФЛИ ЛААСОТ. Тоже очень интересная в конце фраза. МАФЛИ ЛААСОТ. Как вы тут перевели? И дивное творящий. Имеется в виду, что ты творишь что-то дивное. Чудеса. МАФЛИ ЛААСОТ. ЛААСОТ это делать. И МАФЛИ это что-то такое неимоверное. Дивное творящий. Что имеется в виду? Что такое МАФЛИ ЛААСОТ? Имеется в виду излечение? Нет, имеется в виду больше, чем излечение. Излечение мы уже сказали. Излечивающее каждую плоть. УРФЕКОЛ БАСАР. То есть про тело мы уже закончили говорить. АШЕМ УРФЕКОЛ БАСАР. Кстати, то, что мы из организма, у нас есть такая способность убрать все, что нам мешает. Это очень-очень хорошо для организма. Если бы этого не было, не до бога, то очень быстро человек не мог бы дальше продолжить существовать. То есть туалет, это вид, это РУФОА. Это РУФОА. И это не наша тема. Наша тема, что такое МАФЛИ ЛАСОТ? Что имеется в виду МАФЛИ ЛАСОТ? Имеется в виду, что в нашем теле есть чудесная вещь. Это сочетание души и тела. Как-то вместе получают два эти... Две эти субстанции, они как-то вместе гармонируют. Как это работает, непонятно. Совершенно трудно это понять. Это вещи как противоположные. Тело физическое, душа духовное. Ну как будто, мы уже предговорили, душа находится внутри тела. То есть ШАМАШИ НА ТАТА БИ. Как это работает, непонятно. Поэтому мы говорим, что МАФЛИ ЛАСОТ, это наш полный механизм, который включает в себя и тело, и душу, это что-то неимоверное. МАФЛИ ЛАСОТ. И поэтому мы должны следить за телом для того, чтобы были душенно здоровым. В здоровом теле здоровый дух. Если телу будет плохо, и душой будет плохо. И наоборот, если тело очень сильно чем-то напичкать, как бы ему очень хорошо, даже слишком хорошо, душу тоже это не нравится. Она будет страдать, и будет нехорошо, когда тело слишком-слишком. И это же время нужно за телом следить. И наоборот, когда душе плохо, человек может болеть болезнями совершенно телесными. Болезнь находится где-то там в глубоком душе, а проявляется это в недугах физических. Поэтому эти вещи, они вместе, мы говорим, МАФЛИ ЛАСОТ. Из-за того, что эта бараха, она касается также и души, то, что мы сказали в конце, именно поэтому сразу после этой барахи, если мы говорим ее утром, мы сразу переходим на следующую бараху. Посмотрите, какая следующая бараха сразу после этого. Вот в Сидуре сразу после этого пишется следующая бараха. Она сейчас тоже будет, вы увидите ее на экране. Видите? Элюкай нишамаши на татаби таураи. Это тоже бараха. Внизу написано Барухаташи, то есть это бараха. Но начинается она не как бараха. И говорится, что очень стоит эту бараху сразу после Аширьяцар. Как будто одно целое. То есть приклеить ее снизу под Аширьяцар. Так это идет в Сидурах. Потому что вначале нету барухата, а в Аширьяцаре есть барухата. Так как мы это присоединяем, получается, как будто это идет вместе. Мы начинаем говорить про нишама теура, которая в нашем теле. Нишама теура шна тата би дал в меня. Тогора и. Нишама теура. Душу, которую ты дал мне, чиста она. В отличие от тела. Тело не все время может быть чистым. Но душа, она как бы не пачкается. Даже человек, если грешит, считает, что душа как бы от него отдаляется, а потом возвращается. И дальше, смотрите, дальше, как написано. Вы заметили, тут очень-очень много гэй в конце слов. Что это за форма такая? Смотрите, эта форма очень интересная. Тут есть двойное окончание. Допустим, барата. Барата просто бара. Бара, все знают песенку. Адону лям, шермалях. Там есть слово бара. Бара это создал. Как вы видели уже в Брахьяшрия Цар. Бара бы никавим никавим. Бара. Создал, да. Бара. Барата. Та в конце, это ты создал. Просто барата это он. Гу бара. Бара та, это ты создал. Но тут еще появляется гэй в конце. А это гэй в конце, это показывает на лицо ги, она. То есть ее. Как мы говорим, допустим, ла, это ей. Беш ви ла, это для нее. А тут барата. То есть это двойное окончание. Сначала тав показывает на прошедшее время ты. А потом гэй показывает на нее. То есть ты создал ее. А та барата. А та барата. То же самое, а та, я цар та. А та я цар та. Я цар создал. Я цар сотворил. Я цар та. Та это ты. Ага, это опять ее. Я цар та. Смотрите, тут в гэй есть мапик. Такая точечка маленькая. Называется мапик. Это важно. Если бы не было этой точки внутри, то просто гэй, это, мы знаем, это окончание глагола. Например, ги я цра. Она создала. И я цра. У я цар и я цра. Когда есть в гэй точка мапик, это значит, что это показывает на предалежность. Да? Ио. А та я цар та. Ты создал ее. А цар я цар та. И это гэй с точкой, она даже по-другому произносится. То есть, если вы будете внимательны слушать, когда читаю Тор и все науки, там сказано я цар та. Как бы говорить, это я цар та. Это гэй такая, более подчеркнутая. Это я цар. То же самое на фахта. На фахта. Опять на фах. На фахта. Это а та. На фахта. Ты ее вдохнул в меня. А та мишамра. Ты охраняешь, хранишь ее. Мишамра. Мишамер. Мишамер. О та. Тут уже настоящее время. Это интересно. Видите? Мишамер это настоящее время. Тут нет буквы таф. Потому что настоящее время. Как шомер, мишамер, без таф. Мишамра. Это ты охраняешь ее. Просто настоящее время ты охраняешь ее. И литля. Это вообще инфинитив. То есть, получается, литоль о та. В будущем. Атид. В ата атид. В будущем ты можешь ее забрать от меня. Это атид литля мемени. У лях зира. И вернуть ее би. И опять латит лево. В будущем. И дальше. Коль зман. Коль зман. Левгарим метим. Багарим метим. Это выражение такое очень сильное. Багарим метим. Это вообще как будто... Тут так написано. Трупом бездыханным. То есть, как будто, когда мы спали... Это же мы говорим утром. Когда мы спали, мы как будто были как труп бездыхания. До такой степени хазаль подчеркивают величину чудо, которое с нами присутствует, когда мы проснулись. Нам вернули к тому, к тому нам, трупам бездыханным. Тут вообще стоит упомянуть очень важную вещь. Что касается трупов бездыханных. Все говорят про то, что в будущем будет тхьята метим. Мертвецы оживут. Как это понимать и что за этим скрывается? Ведь мы говорили, что Нешама. И вообще лучше было бы в этот мир не спускаться. Так мы говорили на прошлом занятии. Окей, если это так, то зачем, поскольку она уже освободилась от этого мира, она же спустилась в этот мир. Она выполнила свою миссию. Она уже находится в Аганедане. Там уже циди ким. Уже все хорошо. То есть, зачем вдруг снова, спрашиваете тхьята метим, и душа снова вся возвращается? Что это такое? Для чего это? Как это понимать? Надо понять, что все это будет ля-ти-для-во. Ля-ти, это будет в будущем. Когда в будущем? Надеюсь, в скором. Когда люди сделают то, что называется тикун, и тогда мир станет лучше, и тогда само тело поднимется на уровень такой, чтобы с удовольствием выполнять желание души. То есть, душе уже не будет плохо в этом мире, и уже будет очень хорошо. Наоборот, она будет рада, что даже в этом мире она сможет выполнять желание Творца. У нас с удовольствием спустится сюда, это будет тхьята метим. Тело живет, и тело будет уже подчинено нишаматы ора. То есть, тело будет более очиститься, будет меньше грехов, меньше желаний, которые не связаны с душой, и поэтому все будет выглядеть намного-намного лучше. Это и есть желание тела выполнять волю Ашемы. Сейчас мы до этого дойдем в наших следующих брахот. Итак, мы закончили еще две важные брахи. И теперь, дальше идет Беркота Тора. Мы говорим, что Беркота Тора мы говорим из-за того, что в протезе молитвы мы читаем Псуким из Торы, из Танаха. Там Шма Исраэль, это отрывки из Торы. Мы читаем Псуким, и даже если не учеба это, но мы просим читаем, все равно стоит сказать, дает его Беркота Тора. Итак, мы прошли Беркота Тора, говорили про Сыхви, что все позанется в сравнении. На самом деле, важно понять, что мы все подойдем с помощью сравнения, поэтому говорим с самого утра. Мы за это благодарим, за способность разделять между ночью и днем. Это как бы начало всех дальнейших наших классификаций в жизни. Мы говорили про женщину, что Асани Киру Цуно, что женщина, она уже как бы более законченная, она должна себя сохранить. Ее цель женщины себя сохранить, а не испортиться. А мужчина должен с собой работать, в том числе не портить женщин. И дальше мы говорили последнюю браху про то, как мы просыпаемся, и у нас с глаз сходит сон. Тоже назвали это Пукехи Врим. Мы как будто прозрели, сказали, что Пукехи Врим, это не именно, что мы были слепые. Пукехи Врим, нам вернулась возможность видеть и понимать, как написано было в нашей неделе в главе, Шохот Явы Пикхим, взятка, она ослепит, даже самых умных судей. Ослепит не буквально, взятка может ослепить, они будут зрячие, но они как бы зрячие, но они никого не видят. Это Пукехи Врим. И мы сказали Маавир Шейнами Инай Уцунмами Афапай. Как бы две стадии. Сначала человек просыпается, проснулся, глаза открыл, но он еще как бы не соображает, он еще дремлет. И потом с него, с его век Афапай убирается тоже дремота. Слово Афапай, оно очень интересно, пишется Айнпэй, Афапай от слова Ля Аф, Аф, Ля Уф, Аф это летать. То есть наши веки, они как бы, они как бы так, как маленькие крылышки, маленькие крылышки, Афапай они называются. Маленькие крылышки, поэтому Афапай есть таких много слов. Вы видите, когда самый звук, да, он как бы передает смысл слова, например, как Бок-бок, Бок-бок-бок-бок-бок-бок-бок. Мы наливаем это слово Бок-бок-бок. И так далее. Теперь по поводу последней брахи Биркота-шахара тоже интересная вещь. Сразу после этой брахи, последней, мы сразу говорим ирацион, ирацион, и в конце тоже браха. Откруйте Сидуру, посмотрите. Биркота-шахара, который по порядку, да, который начинает, мы говорим, они начались, начались от, как бы, от обратного, как бы так, от противного мы понимаем, что я не Гой, я не Эвид, я не Иша. Опять-таки, это предложение той самой идеи, что мы все познаем в сравнении. Мы сравниваем, окей, я не Гой, окей, хорошо, то есть я кто-то другой, теперь я не раб, это все сравнивается, так мы познаем себя. И в конце, в конце, в конце мы доходим до Мавир Шинами Мяя Тумами Фа, и сразу после этого Веерацион, и в конце Браха, то есть еще одно Браха, которое говорится сразу после Брахи предыдущей, потому что она не начинается Барухата Ашем. Кстати, замечу, что после последней Брахи Амен не говорят, если после других Брахов мы говорим Амен, после этой Брахи Амавир Шинами Мяя Тумами Фа, Амен, Амен не говорится. И дальше Веерацион, я зачитаю, что это за Иерацион, Иерацион мельфанеха, Шим люкей на люкя авутейну, опять-таки, схутавод, схутавод, мы существуем за схутавод, потому что у нас были прадцы, за счет них мы вообще, как бы, на евреи, Шетергелейну Батуратейха, Ведапкену Беймитсвотейха, то есть сделай так, чтобы мы были Эргелим Батуратейха, Тергелейну Батуратейха, Рогиль это привычный, как Эргель, привычка, как Нага это Регель, который делает свою работу, свою функцию по привычке, мы идем не задумываясь, это Регель, Эргель, так мы просим, чтобы мы были Эргелим Батуратейха, имеет это крыса на утро, очень важно об этом попросить с утра, потому что люди, которые хотят учиться, они знают, что если утром учиться не начнешь, то потом закручишься, забегаешься и очень много шансов, что уже до учебы дело не дойдет, поэтому лучше всего с самого утра, и мы просим Тергелейну, чтобы мы были привычны к изучению Торы, есть такое выражение Абалий Таэр, Мисаим Баято, когда просит, то когда просит Элий Таэр, как бы очистится, просит идти по дороге прямой, Мисаим Баято, ему помогают, поэтому просим Тергелейну Батуратейха, чтобы мы бы жили так, чтобы мы были привычны с Твоеторой, и тогда, если мы это просим, то у нас будет вся Тадышмая, Мисаим Баято, Мисаим Баято, Ведапкейну Ба Митвотейха, Девик это прям как клей, Девик, Дапкейну, прикрепи нас к своим Митвот, про это сказано в Илкут Шимоне, сказано такой Машаль, такая притча, человек, который тонет в море, идут под корабль, и там капитан кидает ему трос, говорит, держись, я тебя вытяну, держись быстрее, хватай трос, хватай, хватай, я тебя вытяну из моря, если он не хватит, не хватит трос, он может утонуть, поэтому ему этот капитан кричит, ну давай, давай, быстрее, хватай, хватай, так этот Машаль, то же самое, говорит, Илкут Шимоне, также мы просим, чтобы нам кинули этот, как веревку, как медсвот, что мы за них держались, потому что сказано ватемат веким башем элукей хаим, тот, кто прикреплен, тот, кто держится за Ашем, то есть за его Митвот, за Тору он хаим, он выживет, кто не держит за эту веревку, за Митвот, за Тору, он просто может в море утонуть, наш мир это как море, это понятно, как море, море это ям, не верите, юд, мем, юд, мем, юд это такая маленькая буковка, а мем это большая, большая, самая такая толстая, большая буква, она как огромный квадрат, это ям, человек находится в море как маленькое, как что-то маленькое в огромном море, почему это как море, если нет какого-то маятника, какой-то сродцу мы держимся, какого-то капитана, кто нас вытащит, можно утонуть, поэтому просим давкену бэймицвотэха, тут есть перечень, что такое хэд, что такое авира, что такое авон, хэд это грех, но это грех, который человек сделал по ошибке, глагол ляхти это промахнуться, человек из лука стреляет в цель, но что поделать, промахнулся, не попал, это хэд, а авона, это человек сделал авира, он уже не промахнулся, но что, ецрара его сбил, а авон, это уже 56 дела, когда немного делают уже специально приключение, верю ли да нисайонам, чтобы носить не было несайонам, что такое несайонам, мы не хотим недели, что такое несайонам, когда человек говорит, допустим, пример, человек говорит, смотрите, я сейчас прыгну через огромную лужу, огромную лужу грязную, болото , делают соревнования, кто дальше прыгнет, он разбегается, и прыгает, и бум, прямо в эту лужу. Так это безайон. Он попросил не сайон. Давайте поставим опыт. Я смогу или я смогу это перепрыгнуть? Проверим. Сделал не сайон, попытка, и не смог. Получилось, что получился безайон. Поэтому просто, что у нас не было и не сайонов, и не безайонов. Безайон это как позор. Я почитаю по-русски весь этот текст. Прилепи нас к заповедям твоим, и не дай нам прийти ни к греху, ни к проступку, ни к преступлению, ни к искушению, ни сайон, ни к позору безайон. И не дай властвовать над нами яцерара, и отдели нас от человека плохого и от товарища плохого. Вальтишлот бану яцерара. Вархикену отдали, архок. Чтобы мы были далеки от Адамра. Умихавэра. Хавэра, он может быть человек хороший, но как друг он нам не подходит. Это хавэра. Выдавкену бы яцеротов. Мы все время шли за яцеротов. Этот совет, отделиться, отдалиться от плохого человека, этот совет дали мне. Я помню, когда только собирался приехать в Израиль, это был такой шаг очень непростой. Я был молодой, ехал один. И был один человек, который мне помогал, Азриль Маркович. Он дал мне такой совет. Всего один совет дал мне. Я думал, он даст мне много советов. Он мне давал книги читать, но сказал всего одну вещь. Тогда ты придешь туда, пытаешься отдалиться от плохих людей и быть близок к людьми хорошими. Это самое главное правило по жизни. Так он мне сказал. И на самом деле, большая мудрость. Хорошее деяние, что мы все время хотели делать хорошее деяние. Маасим, тувим, тувим, беков тицрейну, ришта бед лах. Чтобы мы были, ришта беды как эвит, да? Но что значит эвит? Чтобы наш ецарара, он был как эвит. И не только ецарара, даже ецарара то, чтобы мы хотели выполнять желание Творца. Дай нам сегодня и ежедневное расположение, и милость, и милосердие в глазах твоих, и в глазах видящих нас. Есть такое правило. Как человек знает, если его деяния угодны Творцу, если люди от него довольны, скорее всего, этот рец тоже от него доволен. И воздай нам милостями благими. Хасадим тувим. Тигмелейну хасадим тувим. Это на самом деле сложное выражение, что такое тигмелейну хасадим тувим. Хасадим это как бы уже хорошая вещь. Что значит хасадим тувим? Почему написано слово тигмелейну? В конце Баруха Таашем. Агумель хасадим тувим лямо иисраэль. Тут объясняется так, что хасадим, они могут быть, конечно, хорошие. Допустим, человек очень хочет, чтобы у него был ребенок. У него рождается ребенок. Он очень доволен всего хочет. Но потом этот ребенок, он становится таким шалопа, мягко говоря. Так как бы человек получил хасад. В конце концов, он рвет волосы на голове от этого ребенка. Так это хасадим, но не ле тувим. А ребенок хороший, это хасадим тувим. Так мы просим, чтобы у нас были хасадим. Не просто хасадим, а хасадим тувим. Вот были хасадим тувим. Этим заканчивается Биркота Шахар. И мы с вами сейчас подведем итог. То есть мы просмотрим слова, которые мы уже видели, которые мы хотим выучить, запомнить. А также повторим правила, которые нам пригодятся в будущем. Давайте подытожим. Посмотрим на экран, на слова, которые мы уже выучили. Вот они перед вами. Слова такие, которые мы уже встречали. Вы должны их уже знать. Адам, человек, коах, это сила. Есть такое выражение, которое вы часто услышите, и уже слышите уже. Ишаркоах. Это как бы вместо спасибо говорят. Ишкоях, ишкоях. Ишаркоах. Так вот это ишаркоах, это именно имеется в виду, что ишаркоах. Чтобы была сила у нас дальше продолжать. Идти прямо. Ишаркоах. Ишаркоах. Следующая слава. Хохма. Или мы говорили по-бехохма. Кисе. Стул. Ихад. Это один. Шаа это час. Мы говорили шаа אחат. Шаа это женский рот. Поэтому шаа אחат. Один час. Есть ихад. Потому что мы говорили это один женский рот. Руфе. Врачели лечи. Коль. Коль басар. Басар это мясо. Но мы это говорим как тело. Басар это мясо. Мясо басар. Басар. И изманутое время. Туда отметить, что есть разница между коль и коль ха. Например, коль йом это каждый день. А коль ха йом это целый день. То есть коль плюс гэй это целый. Коль ходишь. Каждый месяц. Коль ходишь. Целый месяц. Допустим, коль зман это каждый раз. А коль хазман это все время. И так далее. Зман иша женщина. Маасим это действие. Одно будет маасе. Маасе какое-то деяние. Маасим. Метим это мертвецы. Мет это мертвые. Метим это мертвецы. И так же прилагательно мертвые. То есть одновременно. Метим это и мертвецы, и мертвые. Ивер степой. И арум это ногой, без одежды. Арум. Опять-таки, это может быть человек как и просто он голый и тоже прилагательное. Арум. Арум это голый, без одежды. Арум. Мы это встречали в Биркоте Шахар. Есть еще слова. Есть еще слова. Давайте дальше следующие посмотрим. Есть еще слова. Посмотрим на следующий слайд. Вот они. Это глаголы. Бахар, Амад, Аса. Бахар выбрал. Инфинитив Левихор. Амад стоял. Инфинитив Лаамад. Аса делал. Инфинитив Лаасот. Лаахзир возвращать. Натан это дал. Нотен в настоящее время дает. Нотен Натан Нотен Натан 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 дал. Нотен в настоящее время и инфинитив по-другому будет Ла Тет. Это слово исключения. Инфинитив будет Ла Тет. А не Роце Ла Тет я хочу дать. А не Царих Ла Тет я должен дать. И еще слова которые мы встречали за последние встречи. Галуи Ва Дуа Галуи открыто Ая Дуа известно. Надо заметить очень важную вещь правило. Смотрите Галуи Ядуа в букве предпоследней есть У звук У такой Ва с точкой У Так и каждый раз когда у нас будет У в конце слова не в самом конце где-то вот перед концом это будет что-то пассивное пассивный залог например Катув что-то написано Катув что-то написано Бадук что-то проверено и так далее Шамур что-то сохранено или Шамур сохраняет Шамур допустим Маком Шамур Маком Шамур это место оно забронировано Шамур У в конце это что-то пассивное как бы создательный залог Сагур закрытый потух открытый и так далее много-много таких Галуй открытый бануй это построенный Боне строит ливнот бануй построенный и так далее все зависит от какой-то беньян но правило такое что У или же концу это что-то такое пассивное и еще слова которые мы видели и Эфшар это нельзя допустим спрашивают вопрос Эфшар или конец можно войти Эфшар или что-то можно попить какой-то ответ ответ если он отрицательный то будет и Эфшар Эфшар и Эфшар и еще два слова Асур это нельзя Асур запрещено и Афилу даже Афилу это слова употребляются в обиходе постоянно Афилу Ша-Ахат даже один час Афилу Ша-Ахат наши слова и правила мы сказали что если У в конце это что-то пассивное Бару Хашем теперь можем дальше продвигаться и на следующем занятии мы уже дойдем до Криатшма и уже на самом деле на самом деле мы то что называется должны будем проснуться и уже жить по-настоящему наяву Криатшма это Каббалат Оль Мальхуд про это поговорим на следующем занятии спасибо все хорошо спасибо спасибо Продолжение следует...